С жалобой на неприятный запах в администрацию района обратились жители нескольких домов в городском поселении Свердловский. Источник проблемы в напорном участке коллектора, который из-за строительства и введения новых домов не справляется с нагрузкой. В рамках выездного совещания Дюкер осмотрел руководитель районной администрации. Запах. Восемь утра и восемь вечера. Здесь вообще невозможно дышать. Все сливается в коллекцию. Камера гашения. Тем не менее, мы сделаем работу, увеличим диаметр Дюкера. Буквально в этом и в следующем году 100% для того, чтобы эта проблема исчезла. Далее в поселок Юность. Здесь прошла реконструкция водозаборного узла. Заменили фильтрующую систему, прочистили трубы. Раньше жители жаловались на низкое качество воды. Теперь, благодаря проделанным работам, проблема должна быть исчерпана. А лучший способ в этом убедиться – проверить лично. Спасибо Дмитрию Ивановичу, конечно, воду в предмассе оказался низким. Вода абсолютно чистая, поэтому я понимаю, что и жители будут довольны тех домов, которые получат ее в качестве ресурсов. А вот посещение следующих двух адресов руководитель администрации оставила негативное впечатление. Жители двух домов – 8-го на Талсинской и 13-го на Неделина – недовольны работой управляющих компаний. В доме на Талсинской ДЭС ЖКХ никак не может решить проблему подтоплений в подвале. Там постоянно скапливается вода, из-за сырости заводятся насекомые. На неделю на другая проблема – местная ука «Альтернатива» провела некачественный ремонт. В доме кровли сделаны из рук вон плохо, промерзают стены. По обоим адресам Алексей Валов дал поручение в кратчайшие сроки исправить все недочеты. Мебели нет, вот чуть кресло подвинули, вон все черное. Так это лето на дворе. Зимой заметно промерзание, да? Тут зимой она в принципе ничего. Бывают такие кристаллики. В период, когда отопление еще не включили, да, уже холодно, то есть она мокрая становится, и отлетают эти обои. Поставим у вас не кипление с наружной стороны, чтобы у вас промерзать. Тихонечку, полигонечку, повыдавливаем все управляющие компании, которые обманывают жителей, которые воруют деньги здесь, живут в мошенническом схеме. На контроле и строительство социальных объектов в детском саду в Первом Советском переулке идет внутренняя отделка благоустройства прилегающей территории. Однако темп работ низкий. Руководитель администрации поручил строителям ускориться. Мы сегодня поехали по разным адресам, посмотрели, увидели, где как идет процесс, где есть проблемы, как ее решить. Открытая власть – это когда едешь не только на встречу с большим количеством людей, но и когда встречаешься с простым человеком по его простой проблеме. И человек понимает, что он не забыт, что он имеет от власти тот посыл, который называется постоянный контроль ситуации и владения ней. Дарья Соснегова, Александр Оржевский и телерадиокомпания «Щелково».